Итак, дорогие друзья, всем привет! В данный момент в русском комьюнити Геометри Дэш складывается интересная ситуация. Поскольку Блуди Спайк современно уходит из русского комьюнити, несмотря на то, что идея для видео всё ещё есть, он просит Вернама озвучить для него видео. Да, того самого, что с Пашей устроил постановку, символизирующую уход первого. В информационном видео Вернам рассказывает о парочке проектов, среди которых... Разоблачение на самого Огги! Ясен Хер, что он расскажет не про то, что я читерю, а про то, какой же я плохой человек, а он хороший, мягкий и пушистый. И да, сразу скажу, что это не сценарий Блуди, так как с ним мы обо всём договорились лично, и между нами больше нет никакого конфликта. И так же, это значит, что... Да, как видите, ему не нравится, когда используют его имя, фамилию или его старый ник. И вообще, когда используют его голос, сообщение в видео. И вообще, когда используют его голос, сообщение в видео. Именно по этой причине, мое информативное видео про постановку было настолько жёстко зацензурено, чтобы он не мог мне кинуть страйк без причины, которым он мне, кстати, угрожал. Оригинал видео есть на моей странице в ВК, заходите и смотрите. А о чём же это видео? Это, скажем так, ответка Вернаму заранее, до выхода его экспоуза. Я покажу, что всё, что возможно будет использоваться Вернамом против меня, является недействительным, и то, что всю информацию он использует для своих корыстных целей. Причём, в видео будет абсолютно ничего, за что он мог кинуть бы мне страйк. Интересно? Приятного просмотра! Ну а перед началом антиэкспоузинга, я хочу акцентировать внимание на самом том видео. Некоторые особо умные ютуберы пытаются выдать за преступления вселенского масштаба. Только вот моё видео информационное, в котором отражается нейтральная сторона. Да и конфликтом это назвать сложно. Ещё одно. Ну, как говорится, дай дорогу дураку. О да, так прямо дураком без причины меня назвать это очень сильно. Мне интересно, что же ты про меня такого сможешь рассказать? Возможно, даже того, чего я никогда и не делаю. А теперь и к ответке. С чего же всё началось? Выходит моё информационное видео. Пускай какое-то время он пишет мне в личное сообщение в ВК, что, мол, я использовал недостоверную информацию, направленную на его дискриминацию. Он говорит, что всё, что сказано в предыстории и про коллекторский бизнес, неправда. Привет. В твоём ролике содержатся материалы, являющиеся недействительными. Например, сообщение от Павлахана, состоящее из фактических неточностей и вымыслов на 99%. Я готов признать многое, но не такую откровенную ложь. Все доказательства у меня имеются. Также ты зрякнулся про коллекторский бизнес отца, что является абсолютной ложью. Ни с какими коллекторскими организациями я не связан. Это оклеветание. И тут же первый косяк. В своём видео я сказал, что всё, что я рассказал, моё субъективное мнение, и то, как ситуация выглядела глазами РТГД. То есть моими. То, что всё сказанное правдой, я ни в одном месте не говорил. И вообще, рассказ не про бизнес и не про то, как ГДНа настроена против ВКГД. Нет, это видео про постановку. Алло, это не разоблачение блуди или вернама. Это мой взгляд на ситуацию. Надеюсь, это мы уяснили. Ах да, когда он мне это написал, он сказал ещё, что будет задавать вопросы в процессе просмотра видео. То есть он прямо говорит, что будет вырывать мои слова из контекста. Досмотрел я ролик до пяти минут, буду писать остальное по мере поступления. Как это объяснишь? В итоге он мне написал про Макси. Он говорит, что я оклеветал его, назвав крысой. Хотя в позже видео я говорю, что мы приходим к выводу, что это не так. И мы возвращаем его. Ты оклеветал Максима. Он мне ничего не сливал, а вы начали подозревать его. Все переписки мне сливал Владя. Вы это, кажется, даже установили, но до сих пор обвиняете Макси. Вот про того же Макси я в итоге в видео сказал, что скорее всего он на самом деле не грыз. Ну то есть я сначала сказал, что он грыз, а потом сказал, что скорее всего нет. А он, даже не посмотрев моего видео, стал мне что-то предъявлять. Коллекторский бизнес. Он говорит, что я осуждаю его за то, что он бизнесмен. Хотя в видео я ничего не говорил на подобии. Вот у *** есть бизнес. Значит он точно хочет убить человека, ведь он может. Я лишь сказал то, что он у него возможно есть. Вот и все. И также мне абсолютно непонятно, почему ты меня обвиняешь в связях с коллекторскими организациями. Я готов очень многое признать. Я готов признать, что я плохой человек. По меркам РК я... То есть можете у меня пруфы напрямую спрашивать, я буду подтверждать вам все. Но это самая откровенная ложь. Кстати, еще... Кстати, еще... Кстати, еще он с Готой говорил в Дискорде про меня. В разговоре с ним он упомянул то, что в своем трэш-обзоре я назвал Андрюха 24 Дауном. Хотя про этот момент уже все давно уяснено. То есть Вернаму было абсолютно все равно. По поводу Андрюхи, то, что я назвал его Дауном, это... Вернам вообще не понял то, что я ему сказал. Я ему сказал то, что... Мы потом с Андрюхой поржали, но он типа мне написал привет. И я ему сказал, типа, это ты мне писал под трэш-обзором. Он сказал, да. А я сказал, лол, мы типа друг друга не поняли, поржали с моей тупости. Все. И как только я поясняю ему это все, он ставит мне лол, ультиматум. Либо я удаляю видео или изменяю его, либо страйк на канал. Поясню для тех, кто не в курсе. Страйк это когда кто-то подает жалобы на видео и за это его удаляют. Если страйк на одном канале три, то канал удаляется. Причем он угрожал мне кинуть не просто страйк, он хотел кинуть мне сразу три. Со своего Ака, с Ака Блуди. И еще хотел попросить нейрона добить меня страйком на экспоуз. С чего вдруг такое резкое изменение положений? Если ты реально кинешь три страйка, все узнают какой-то петушара. Мне абсолютно плохо на ваше мнение. Я кинул три страйка по высшим указанным причинам. Потому что ты, во-первых, окливитал меня. Во-вторых, ты использовал информацию, которую не имел права использовать. В-третьих, ты используешь за достоверную инфу историю Павлахана, которая является также придержом. Я мог бы с тобой вообще не разговаривать и просто без какого-либо предупреждения накинуть страйк с своей стороны. Накинуть страйк с стороны Влади и просить неровно тебя на оба экспоуза твоих накинуть страйки. Это привело бы к моментальной блокировке канала. Потому что три, а то и четыре страйка привели бы сразу. С тобой бы даже говорить никто не стал. В ближайшие три месяца ты бы просто был без канала, а тебе бы все отбой полностью забыли. Страйки это не удел петуша, а когда речь идет о бездеже и нарушении прав, страйк это единственный действенный метод. И в случае оклеветания меня, нарушения моих прав, нарушения моей личной таймы, я имею полное право кинуть страйк на твое видео и попросить своих знакомых мне с этим помочь. Ты сам прекрасно понимаешь, какая у тебя аудитория и как она внимательно читает описание, братишка. В любом случае, три страйка будут. Так было бы четыре, если там один ролик, можно было бы два накинуть. Может и можно, не знаю. В любом случае, ты делал несколько разоблачений, и со всеми этими людьми, которых ты разоблачал, я нахожусь в довольно теплых отношениях. Поэтому у тебя выкрутиться не получится. Для тебя это никого труда не составляет. Ты просто либо вырезаешь момент коммента Павлахана, либо просишь у Павлахана пуфа на этих словах, подкрепляешь его слова трупами. Затем все остальные стыковки убираешь, типа коллекторского бизнеса и прочего говна. Если я не смогу тебя не подносить, тебе поебаться, значит ты просто уберешь все, что на него не устраивает в ролике. В принципе, на такую гранту устраиваться, тебе его и придут, как он будет все приделать в видосах. Если ты будешь такими, да, входными путями, типа их побудить, но при этом, типа, я не смогу страйкнуть, ты очень глупо думаешь. Это, по-вашему, мирный способ разойтись? Для него да, как он пишет сам. Of course, если бы он это сделал, все бы узнали, кто он на самом деле. Но ему на это вообще все равно, как он сам и говорит. Он вынуждает меня переделать видео так, чтобы его имя нигде не упоминалось и чтобы я избавился от всех его голосовых сообщений и переписок, что я и делаю. Потом он спрашивает меня, нужны ли мне какие-либо пруфы. Я говорю, что да, и он говорит мне пойти в Дискорд. Но я отказываюсь. Все пруфы на Исаева нашел, нужны скину. Давай. В Дискорд пошли, а то лень писать, ок? Короче, не надо, по крайней мере, не сейчас. Но, блин, не потому что они мне не нужны, а потому что у меня не было свободного времени, я ведь тоже человек. А он этот факт обозначает как факт того, что я слился, господи. Затем он мне начал грубить и отвечать не по делу. Хотя я, повторяюсь, был с ним предельно вежлив. Слив, думаю, очевиден. Так вот, ты действительно думаешь, что он не заслужил страйка? Не смеши. Он распространяет ложную информацию обо мне, а когда я прошу ее подтвердить, переходит на оскорбление. И как я после этого должен был с ним обращаться с уважением? Он грозит мне удалить канал. В принципе, угрожает моей жизни. А сам он, естественно, Д'Артаньян. В итоге я перезаливаю видео. И на этом он, конечно, не останавливается. Угрозы стали жестче, а ситуация смешнее. Он ценил себе маску и показал свою истинную натуру. В своем новом ролике ты убрал мне все, о чем я тебя просил, и перешел на оскорбление. Почему ты стал меня оскорблять, когда расом я понятия не имею. Это, как минимум, глупо. Но раз ты хочешь себе проблем на задницу, то, пожалуйста. Твоя попытка как-то обойти все это, будет честных удач. И сразу же ахаха, а то значит, где реакция. Не слушай, народ, спасибо. Ну ладно, потом не забудьте делать факсимальное видео, то, что пидорхи***н накидал страйков на канал, потому что он злой человек. Зачем ты несешь какую-то хуйню, господи? Ты же как ты защищаться, я на тебя не нападаю. Господи, какой же ты неадекватный. Я собираюсь нормально договориться. Ты меня оскорбляешь, называешь Катухон. После этого я какой-то плохой секунд. Он не может найти каких-либо хоботов, кинуть мне страйк, и потому просто, ну, тушиться. На этом наш разговор оканчивается навсегда. Его же слова, кстати, противоречат одно другому. Привет, в своем коменте ты сказал, что раз я кидаю страйки, мне есть что скрывать. Здесь есть спросить, откуда такие мысли. Страйк, по идее, создан для защиты прав. Логи использовал огромное количество недостоверной информации в своем видеоролике, в связи с чего я его вежливо предупредил о том, что я могу кинуть страйк. Прошу заметить, что я не опускался до оскорблений в диалоге с ним. К слову, изначально он тоже был разговор довольно вежливый и признавал свои ошибки. Это тебе-то не все равно до неточности чужих людей. Это не ты-то опускался до оскорблений в диалоге со мной. Не ты ли хотел мне кинуть беспричинные страйки с трех аккаунтов? И да, из-за предшествующего разговора было понятно, что сейчас он ищет себе единомышленников. Тех, кто против меня. Это, кстати, еще и подтвердилось от моего напарника, которого попросили написать, как он ко мне относится. Тот, кто спрашивал об этом, должен был передать эту информацию Вернаму, что тот самый сказал. Ну и секретный инсайт от самого админа ГДНА. Не знаю, как вам, но мне смешно это читать. Особенно после всего вышесказанного. Как говорится, С. Слита. В общем, надеюсь, я прояснил для вас новую сложившуюся ситуацию с Вернамом. И да, Вернам, обращение к тебе. Если в своем видео ты будешь использовать мои переписки, голос или участки видео, то я кинул на Xbox Strike, даже если он выйдет на канале Блуди. Как ты со мной поступаешь, так и я с тобой. Все честно. Ну, а если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сервер в Дискорде. Кстати, я недавно создал клан для игроков в Game 3 Dash. Заходите на моем сервере в Дискорде, вся информация есть. С вами был Оги. Всем пока!